Всем привет, друзья! Сегодня мы вам расскажем некоторые секреты, но я бы сказал даже основные пункты, да, которые... Все, что вам нужно знать, Жанна, как раз в этом видео. Да, короче, чтобы набрать массу, вам нужно знать, я думаю, четыре, да, пункта основных? Ну, четыре основных пункта. Четыре основных пункта. Первое, это нужно тренироваться с большими весами. То есть вы должны использовать многосуставные упражнения. Как называют по-другому, это база. Те упражнения, которые задействуют много мышц. Например, вы делаете подтягивания, у вас задействуются там и спина, и бицепсы, и плечи задействуются. То есть очень много мышц задействуется, и тем самым выделяются много анаболических гормонов, которые, естественно, дают рост вашим мышцам. И также вы можете в них как раз работать с самыми большими весами, и это самый большой стресс для организма. Но также не зацикливайтесь только на большой тройке. Если для того, чтобы... Вот качайте вы ноги, не обязательно делать именно приседания. Жим ногами такое же базовое упражнение. Румынская тяга такое же базовое упражнение. Выберите то движение, которое вам нравится, которым вы чувствуете лучше всего, и делайте его. Второй пункт набора мышечной массы, это прогрессия нагрузок. Это, в принципе, самая основа. Потому что вы должны прогрессировать для того, чтобы вы должны становиться сильнее, и тогда ваши мышцы будут больше. Но я не говорю, что вы обязательно должны добавлять только вес. Прогрессия бывает разная. Вы можете добавлять через несколько тренировок, допустим, 2 килограмма. Потом вы можете просто добавлять повторения. Там делаете 10, потом будете делать 11, 12, 13. Это тоже прогресс. Также можно прогрессировать тоннажем. То есть вы делаете 3 подхода по 10 повторений, следующая тренировка, например, 4 подхода по 10. Так прогрессируете. Можно даже уменьшать время отдыха между подходами. Или, допустим, на 30 секунд, это все равно будет больше нагрузка на вас. То есть это очень разное. И также хочу добавить, что обязательно нужно менять программы тренировок. Хотя бы 2-3 раза в месяц. Ой, блин, чушь какую-то сказал. 2-3 месяца нужно тренироваться по одной программе. Потом меняете. То есть, ну да, где-то 3-4 раза в год, наверное, нужно менять программу. Потому что мышцы привыкают к одной и той же нагрузке. Постоянно делайте одно и то же. Они уже мышцы знают, что вы придете на следующий день и будете делать то же самое, что и делали. Они будут, короче, не особо хорошо расти после этого, если вы не будете, конечно, увеличивать ваши веса. Обязательно нужно увеличивать веса. Если вы стремитесь набрать мышечную массу, то начинайте там с определенного веса, да, ну, сколько, не знаю, вам по силам. И с каждой тренировкой пытайтесь хотя бы на 2 килограмма, хотя бы на 5 килограмм увеличивать ваш вес. Это обязательно. Вот. И еще вот такой вот, ну, кстати, то, что мы не забыли добавить, это то, что вообще неважно. Делайте вы там 3 подхода по 5 повторений, 2 по 10, не знаю, 4 по 15. Это не имеет значения вообще. Как, настолько долго, насколько вы прогрессируете, вы будете расти. Вот и все. То есть, еще зависит, конечно же, от того, если у вас сушка, да, либо набор массы. Естественно, разные программы будут. То есть, если у вас набор массы, то вы будете больше заниматься с большими весами. Если у вас сушка, то вы будете заниматься с больше, с маленькими весами, больше повторений и так далее. Чтобы у вас уходило больше калорий, и вы худели. Ну да. Ну и как раз мы подошли к третьему. Да, третий пункт у нас питание. Если, опять же, зависит от типа телосложения. У нас есть эктоморф, мезоморф, эндоморф. Естественно, эти типы не могут постоянно встречаться у всех людей. Они могут быть смешанные, конечно. В большинстве случаев смешанные. Я вот лично чистый эктоморф. То есть, у меня все признаки чистого эктоморфа. Видите, у меня и шея длинная, 2 метра. Это все эктоморфские, тонкие кости и так далее. Я, например, наоборот. Я мезоморф, наверное, процентов на 70, и где-то 30 процентов эндоморф. У Санька очень такой плотный верх, да, плечи, грудь, спина. У него хорошо идут всякие силовые упражнения. Сжим, не знаю, встановая, думаю, да. Вот. Поэтому, ребят, смотрите, если вы эктоморф, то вы должны кушать много, очень много. Просто запихивайте в себя все, потому что эктоморф сжигает очень быстро сам себя. Я бы так сказал. То есть, вам нужно потреблять большое количество калорий, чтобы было с запасом, да. То есть, профицит калорий, чтобы был. Второй тип, мезоморф. Мезоморф – это человек, который имеет склонность и к набору массы, как жировой, так и мышечной. Ну, и он может быстро скинуть. Он быстро скидывает. Ну, Санек, да, я думаю, ты быстро можешь скинуть. Ну, я, скорее всего, да, я скорее мезоморф, потому что вы можете посмотреть. Я как был там… У меня мой вес меняется в пределах 10 килограмм, в зависимости, если хочу быть сухим или хочу быть массивнее. И для моего типа телосложения больше подходит, допустим, вы должны следить за питанием. То есть, должно быть процентов 80 правильного, хорошего питания, процентов 20, пускай будет там даже грязная еда немножко, ультрафом фастфуда. Но при этом общая калорийность не должна быть выше, чем плюс 20% к основному обмену. И следующий тип – это эндоморф, да. Люди, которые склонны ближе к эндоморфному типу телосложения, они должны максимально сильно исключать углеводы, любые. И быстрые, и медленные углеводы, просто по максимуму снизить углеводы и больше включать белковую диету. То есть, потому что этот тип набирает очень быстро жир и очень быстро мышцы, в принципе. То есть, они набирают общую массу, очень огромную. И поэтому, если они будут жрать очень много, они станут шарами. То есть, если вы эндоморф, вы должны особенно сильно следить за питанием. Максимальный у вас профицит будет примерно 10% от общего обмена должно быть у вас. Вот примерно, смотрите, если эктоморфу нужно жрать очень-очень много, то эндоморфу, наоборот, нужно стараться меньше-меньше-меньше. Эти два типа телосложения, они такие, знаете… Противоположные. Да, противоположные прям. То есть, эктоморф должен стараться все по максимуму делать, жрать там очень много, тренироваться, наоборот, меньше, чтобы у него израсходовалось меньше энергии. А эндоморфу, наоборот, да? Мало кушать, мало тренироваться. Кушать мало и много тренироваться, где-то 5-6 раз в неделю, это обязательно. Потому что у него медленный метаболизм, в отличие от эктоморфа, у которого там горит, как у БМВ, все, он топит. И что у нас следующее? А следующее у нас это сон, ребята. Вы должны спать нормально, должен быть здоровый сон там от 7 до 9 часов, это уже зависит от вашего возраста. Но запомните, все-таки, если вы ложитесь спать в 5 утра и спите там до 12 до часу, это уже немножко другой сон. Самый полезный биологический сон, это примерно с 10, там с 11 вечера и до 8-10 утра примерно утром. То есть, что происходит во сне? Во сне наш организм восстанавливается. Не только мышцы, но и все остальные органы, даже если у вас что-то болит, если вы сами просто болеете, там, насморок какой-то. То есть, да. Короче, ночью организм находится в таком, знаете, восстановительном режиме. То есть, когда вы спите, у вас не работают там практически ни печень, ни почки, потому что они... Ну как они не работают? Ну, они работают в медленном режиме, то есть. Они же не переваривают ничего, они как бы спят, то есть в спящем режиме. Работает, кстати, мозг и сердце. Ну, просто восстановительный ресурс организма максимально во время сна, и поэтому лучше... Именно мышцы растут во время сна, кости срастаются во время сна. Даже растете вы, когда дети, допустим, растут, они не днем вырастают там на 2 см подростки. Это все происходит. Насколько я слышал, кстати, даже не весь мозг. То есть, какие-то части мозга работают во сне, какие-то нет. Ну да, конечно. То есть, некоторые части вырубаются, которые там за мысли, например, отвечают, что-то такое. Но когда вы сны видите, да, это тоже работает мозг, какая-то часть. Короче, мы этого не знаем, не будем всякую фигню нести. Но это не относится к бодибилдингу. Да, это не относится, мы в этой теме не особо рубим. Спать нужно для того, чтобы в бодибилдинге именно, чтобы восстанавливались мышцы, восстанавливались сухожилия, связки и все остальное. Все регенерируется. К счастью, мы имеем такую функцию в нашем теле. Если бы не имели, это было плохо. Все умы накачались. Ну да. Занимаешься, занимаешься, мышцы порвались. На следующий день опять порвались, и ты такой вот. И ничего не восстанавливается. Это дичь бы была. Так, ну что, что еще у нас есть? Мы сказали вам про то, что нужно использовать базовое многосуставное упражнение. Найдите себе, которое вы хотите, и используйте его. Прогрессия нагрузок. Правильное и хорошее питание, необходимое для вашего типа телосложения. И сон. И сон. Ну, в принципе, мы сказали все. Вот сейчас мы развеяли 99% мифов и убили просто 99% фитнес-индустрии. Все, что вам впаривает какую-то дичь, это абсолютно... Ну, это полный бред. Это все, что вы делаете экстра, там, всякие добавки, там, я не знаю. Да вообще что угодно. Хоть молитвы, я не знаю. Это все вам даст не более чем 5% вообще максимальной мышечной массы, которую вы можете набрать. Ну и да, еще я добавил, что нужно делать с правильной техникой, да, потому что многие просто не используют правильную технику и делают абы как. Вот, поэтому нужно делать правильную технику, это один из залогов успеха, потому что при правильной технике у вас будет и больше амплитуда, да, движения мышц. То есть они больше травмироваться будут, потом восстанавливаться больше будут, когда вы кушаете и так далее. А если вы будете какую-нибудь там фигню делать, не знаю, как некоторые делают, плечи качают вот так, ну что это такое? Амплитуда должна быть полная, то есть вы прокачиваете, как Спасококотский, да, очень, типа, что это такое, блин? Нужна другая амплитуда. Я не знаю, как ты относишься вообще вот к методике Спасококотского? Я скажу честно, я не особо знаю, что за методика Спасококотского, да, но я могу сказать... У него частичная, то есть он использует частичную везде. Нет, я вам сказал бы, что лучше делать полную везде. То есть, и, во-первых, на соревнованиях, если на каких-то вы решите, допустим, поучаствовать в какой-то зарубе, там, по подтягиваниям, вы будете полностью подтягиваться. То же самое в жиме лежа, ни у кого не будет к вам претензий, если вы будете сжать вес полностью, сначала и до конца. Да. А так, друзья, спасибо большое за внимание. Ставьте пальцы вверх. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши инстаграмы и обязательно пишите в комментариях, какую тему хайповую вы хотите, чтобы мы разобрали. Мы разбираем только в вечернем море хайповые темы. А так, да, друзья, все, спасибо за внимание. Пока. Пока.